Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. Ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной и полезной информации, касающейся выбора поддержанного автомобиля. Причем и обзоры на автомобили также. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных поддержанных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Добро пожаловать на очередной обзор из серии «Куда смотреть при покупке поддержанного автомобиля». Ну, а герой нашего сегодняшнего обзора – это автомобиль для людей, которые, в общем-то, предпочитают все неординарное. И в данном случае этот семейный хэтчбэк имеет весьма неординарную внешность. Встречайте, Kia Soul второе поколение в кузове PS. Kia Soul второго поколения в кузове PS начал выпускаться в 2014 году и продолжал стоять на конвейере по 2019 год, когда его сменило нынешнее актуальное поколение модели. В 2016-м, в конце 2016-го на 2017-й год произошел рестайлинг, и с января 2017-го автомобиль выпускался уже в несколько видоизмененном виде. Что касается типов привода, никакого разнообразия здесь не было. Все Kia Soul имеют передние ведущие колеса. Коробки передач могли быть автоматическими, либо механическими. Ну, а двигателей было достаточно немало. Среди них бензиновые моторы объемом 1,6 литра, мощностью 124 лошадиные силы в версии с распределенным впрыском. Также была версия с непосредственным впрыском топлива с ТНВД объемом 1,6 литра, но мощностью уже 132 лошадиные силы. И для версии Soul GT был подготовлен мотор объемом 1,6 литра с турбонаддувом и непосредственным впрыском, выдававший уже 204 лошадиные силы. Также после рестайлинга в 2017-м на этот автомобиль начал устанавливаться 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил. Ну и куда же без дизеля. Дизель на этой машине также ставился. Это был мотор объемом 1,6 литра и мощностью 128 лошадиных сил. Что касается нашего сегодняшнего экземпляра, это машина 2016 года выпуска, до рестайлинг, бензиновый мотор 1,6 литра с обычным распределенным впрыском, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, ну и передний привод. И по традиции наш обзор мы начинаем с разговоров о кузове, о качестве и толщине лакокрасочного покрытия, а также о том, насколько хорошо он сопротивляется нашим дорожным реалиям, имея в виду стойкость кузова к коррозии. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, Kia Soul окрашен точно так же, как и большинство корейских автомобилей. Вполне стандартные 100-140 микрон заводской толщины ЛКП. Что касается самого окраса, то сколами и царапками кузов Kia Soul покрывается достаточно оперативно. Особенно это касается таких уязвимых мест, как кромка капота, а также передняя кромка крыши. Кстати, сколы, которые ловят Kia Soul, лучше своевременно подлечивать или подкрашивать, поскольку именно на сколах в основном и начинает проявляться первое цветение металла. Однако, какого-либо дальнейшего развития эти сколы обычно не получают. Тем не менее, при осмотре поддержанного экземпляра обращайте внимание на такие традиционные вещи, как места стыковок пластиковых панелей кузова с металлическими, в частности порогов или, например, накладки пятой двери. Ну и, конечно же, не стоит обходить своим вниманием при осмотре нижней кромки дверей, а также в целом пороги и днища автомобиля. Кроме того, не забывайте, что при осмотре любого поддержанного автомобиля обязательно нужно проинспектировать кузов на предмет наличия следов ремонта после серьезного ДТП. А вот из замечаний, характерных именно для данной модели автомобиля, можно отметить разве что повышенную склонность лобового стекла ловить сколы, благодаря необычному углу наклона этого самого лобового стекла. Но утешение владельцам, можно сказать, что тратиться на этом автомобиле на оригинальные стекла, пожалуй, не стоит. Вполне можно обойтись дубликатным. По качеству и стойкости к износу оно может даже превосходить оригинал в некоторых случаях. Итак, теперь поговорим про силовые агрегаты Kia Soul второго поколения. В нашем случае под капотом базовый двигатель объемом 1,6 литра. Его маркировка G4FG. Этот двигатель выдает 124 лошадиные силы. Что он собой представляет? По компоновке это рядный четырехцилиндровый мотор. Блок цилиндров здесь алюминиевый. Головка цилиндров также выполнена из легкого металла. Здесь все так же два верхних распредвала, но в отличие от предшествующего, более старого мотора G4FC, здесь уже два фазовращателя на впускном и на выпускном валу. А вот гидрокомпенсаторов зазоров клапанов как не было, так и нет. Поэтому раз в 90-100 тысяч километров может потребоваться регулировка клапанных зазоров. Выполнять ее придется самостоятельно. Что касается системы питания, то в нашем случае используется обычный распределенный впрыск топлива. Однако попадаются и GDI-версии, которые имеют насос высокого давления и, соответственно, форсунки высокого давления. Такая система питания имеет некоторые преимущества в виде меньшего расхода топлива и большей производительности. Однако более требовательно к качеству бензина и, соответственно, более дорогостоящая в ремонте. В случае выхода из строя, например, тех же самых форсунок. Что касается привода ГРМ, то на этих двигателях используется цепь. Причем цепь эту усилили по сравнению с предшественником G4FC. И теперь ее ресурс до появления первых признаков необходимой замены где-то около 200 тысяч километров плюс-минус. Что касается каких-либо недочетов и особенностей этих двигателей по части неисправности и эксплуатации. Ну, первое, с чем может столкнуться владелец автомобиля с таким двигателем, это шум. Либо при запуске, и тогда можно заподозрить, что проблема в подрастянувшейся цепи. Либо в шуме на горячую, постоянно при работе двигателя. И в этом случае, возможно, пора подрегулировать клапана. Что касается цокающих звуков при работе, это форсунки. По-другому работать они просто не умеют. И, соответственно, на этих моторах с подобным звуковым сопровождением нужно просто смириться. Нередко попадается на этих двигателях и симптом, связанный с плавающими оборотами. В этом случае зачастую будет достаточно произвести чистку дроссельной заслонки. Что касается подтеков масла и мест возможной течи, здесь без сюрпризов. Все традиционно. Как правило, к пробегам после 100-120 тысяч километров начинает подтекать прокладка клапанной крышки. Также к ней попозже присоединяются и сальники коленчатого вала. Задний сальник, так называемый коренной. Передний сальник коленчатого вала. Ну и достаточно нередко на этих двигателях можно наблюдать запотевание по стыку лобовины двигателя. То есть крышки, прикрывающие непосредственно сам механизм ГРМ. Также, покупая подобный автомобиль, следует иметь в виду, что на этих машинах, в отличие от старых автомобилей, где каталитические нейтрализаторы располагались на значительном удалении от двигателя, использован так называемый кат-коллектор. То есть выпускной коллектор, совмещенный с катализатором. Благодаря этому керамическая составляющая катализатора находится в непосредственной близости от цилиндров. И в некоторых случаях, опять же не во всех, не постоянно, но вполне возможно, что при повреждении катализатора пыль может затянуть в цилиндры и, соответственно, вы можете получить задиры. Кстати сказать, в исправном состоянии Г4ФГ к жору масла, в общем-то, не склонен. Поэтому, если вы смотрите автомобиль, который при прогазовке и значительно дымит, вполне возможно, проблема кроется как раз-таки в наличии повреждения на стенках цилиндров. Не лишне будет осмотреть их эндоскопом при покупке. Среди причин, которые могут приводить к разрушению каталитического нейтрализатора, кстати, можно отметить и, например, практику ездить с полурабочей катушкой зажигания. Или очень подолгу не менять свечи, которые меняются здесь достаточно просто и не так уж дорого. Поэтому это тот самый случай, когда профилактика болезни – это лучше, чем ее последующее лечение. Во всяком случае, дешевле. Так или иначе, у людей, которые щепетильно подходят к обслуживанию и содержанию своего автомобиля, катализатор без проблем выхаживает свыше 200 тысяч километров пробега, даже на нашем отечественном топливе. В общем и в целом, можно отметить, что Г4ФГ – это достаточно надежный двигатель. При должном уходе ресурс этой силовой установки вполне способен превысить 300 тысяч километров пробега. Во всяком случае, к поршневой группе претензий на этих моторах никаких. Что касается версий с прямым впрыском, как уже было сказано, там более дорогостоящая в ремонте топливная аппаратура, которая более привередлива к качеству топлива, чем обычный распределенный впрыск. Ну а турбоверсия – на то и турбоверсия, чтобы обеспечить поршневую группу более серьезными нагрузками и, соответственно, сократить ресурс всех ее компонентов. Что касается бензинового двухлитрового двигателя Г4НА, который представляет собой также четырехцилиндровый атмосферник, мощностью 150 лошадиных сил, также с цепным приводом ГРМ и обычным распределенным впрыском, у этого мотора больше проблем по поршневой группе. Поэтому при покупке двухлитрового Соло обязательно проверьте его эндоскопом на предмет наличия повреждений рабочих поверхностей цилиндров. Интервал замены масла на двухлитровых моторах, соответственно, лучше также подсократить от заявленных 15 тысяч километров пробега до, скажем, 7-7,5. Что касается дизельных двигателей D4FB объемом 1,6 литра, которые ставились под капот Соло, то, во-первых, доля таких автомобилей на вторичном рынке достаточно небольшая. Соответственно, найти дизельный Соло целенаправленно будет достаточно непростой задачей. Ну, а второй момент. Это дизель. Соответственно, да, крепче поршневая группа, да, крепче блок цилиндров и в целом выше ресурс. Но имейте в виду, там после 100 тысяч километров может потребовать к себе внимание турбина, там также есть насос высокого давления с форсунками, добавляется система EGR, ну и прочие дизельные радости. Так что, если вы целенаправленно смотрите дизельный Соло, покупать такую машину имеет смысл только после диагностики в профильном сервисе, где занимаются дизелями. Ну и, конечно, предварительно посчитав, стоит ли экономия на топливе, например, возможного попадания на ремонт топливной аппаратуры. И если ваши годовые пробеги достаточно скромные, скорее всего, игра свеч стоить не будет. С двигателями разобрались, теперь поговорим о коробках передач. Коробок передач на втором поколении Kia Soul могло быть три типа, причем один из них третий, это очень нераспространенная коробка, которая ставилась только на версию GT. Представляет она собой роботизированную трансмиссию и про нее можно сказать только одно, а ресурс сцепления на подобных агрегатах это 50-60 тысяч километров, что, наверное, не так уж и мало. С учетом того, что Kia Soul GT изначально позиционируется как горячий хэтчбэк для любителей поотжигать. Но, скорее всего, такой автомобиль вы для себя рассматривать не будете. Поэтому два основных типа коробок это автомат и механика. И там, и там по шесть передач. Классический гидромеханический автомат, который носит маркировку A6GF, к моменту, когда он добрался до Kia Soul, в общем-то, уже был излечен от всех своих детских заболеваний. И получилась эта коробка достаточно надежной. На ранних версиях автомобилей бывало случались выходы из строя датчика температуры рабочей жидкости. Однако после 2016 года компонент был доработан и о проблеме вроде как забыли. Поэтому залог долгой жизни подобной трансмиссии это замена рабочей жидкости раз в 50-60 тысяч километров пробега. В целом эти автоматы весьма надежны и ресурс подобных коробок, в общем-то, вполне способен сравняться с ресурсом самого двигателя. То есть 250-300 тысяч километров пробега. Само собой, эти автоматы, как и моторы на Kia Soul, очень не любят перегрева. Поэтому, если вы планируете эксплуатировать автомобиль в жестком гоночном режиме, будьте готовы к сокращению ресурса трансмиссии. Если же вы используете этот автомобиль в гражданских режимах, то, скорее всего, ресурс коробки для вас будет более чем достаточен. Если же вы рассматриваете для себя покупку Kia Soul с механической трансмиссией, имейте в виду, что механическая шестиступка на этом автомобиле как раз-таки не образец надежности. Что достаточно странно. Зачастую бывает наоборот. Но в нашем случае именно так. Среди компонентов коробки передач, которые ходят в целом достаточно немного, это выжимной подшипник, чей ресурс редко превышает 100 тысяч километров пробега. Ну а к 150-180 тысяч километров пробега могут начать подгуживать подшипники валов. Кроме того, механическая трансмиссия на Soul достаточно часто демонстрирует подтекание по сальникам. И самое неприятное, что к пробегу как раз-таки вот около 150 тысяч километров может побежать сальник первичного вала. Что приведет к замасливанию диска сцепления и достаточно неприятным эмоциям, пока вы будете добираться с этим дефектом до сервиса. Так что в целом наша рекомендация остановить свой выбор на Kia Soul с бензиновым мотором объемом 1,6 литра, с обычным распределенным впрыском и обычной автоматической коробкой передач. Теперь о том, что касается подвески Kia Soul второго поколения. Подвеска на этом хэтчбеке, предназначенном для езды по городу, довольно-таки жесткая и ход стоек довольно короткий. Хотя при всем при этом у Soul довольно неплохой клиренс, который в версии для России был даже увеличен. Поэтому, несмотря на отсутствие полного привода, проходимость этот автомобиль демонстрирует неплохую. Естественно, имеется в виду геометрическая проходимость. Максимум, что вы можете себе позволить за рулем Soul, это проехать на дачу. Ну, или залезть на бордюр, пока никто не видит. Серьезное бездорожье этому автомобилю, конечно, противопоказано именно по причине его моноприводности. Ну, а что касается компонентов этой самой подвески, то ресурсы ее, в принципе, вполне средние для легковых машин. Но есть некоторые исключения. Естественно, как и на большинстве автомобилей, традиционно небольшим ресурсом отличаются втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Они служат где-то 40-50 тысяч километров до замены. Но, что удивительно, на Kia Soul, на первых сериях автомобилей, также не отличались огромным ресурсом и нижние шаровые опоры передних рычагов, которые иной раз не выхаживали и 40 тысяч километров до появления первых стуков. Благо, шаровые здесь можно купить и поменять отдельно. И стоят они, в общем-то, не так дорого. Что касается, например, сайлентблоков передних рычагов, то их ресурс до замены где-то порядка 100 тысяч километров. Около того же выхаживают и амортизаторы. Это оригинальные амортизаторы. Где-то к пробегу 90-95 тысяч км на автомобилях уже могут начинать прослушиваться первые постукивания при раскачке. Но еще не слышимые на ходу. После 100 тысяч километров вполне возможно вам уже придется стойки менять. Естественно, если предыдущий владелец уже заменил амортизаторы, то говорить об их ресурсе уже будет достаточно сложно. Здесь смотрите по ситуации. Рулевые наконечники на соуле выхаживают около 70-80 тысяч километров до появления люфтов и стуков. Рулевые тяги служат даже больше. До 100 тысяч километров способны были выходить оригинальные узлы. Ступичные подшипники в подвеске соула можно поменять по отдельности, если речь идет о передних. Если мы говорим про задний ступичный подшипник, то его придется менять, увы, в сборе со ступицей. Ресурс до замены от 80 до 120. Очень многое зависит от параметров, установленных на автомобиль дисков и, конечно, режима эксплуатации. Тормозная система у Kia Soul каких-либо проблем в себе не несет, за исключением одной. Тормозная система Kia Soul, в общем-то, сюрпризов не преподносит. Ни по стоимости компонентов, ни по их ресурсам. Однако, стоит помнить про то, что если предыдущий владелец крайне редко пользовался стояночным тормозом, то его компоненты вполне могли уже закиснуть. И вам, соответственно, придется заниматься реанимацией этого узла. Поэтому при покупке автомобиля проверьте, чтобы ручник функционировал исправно. Традиционно самый дорогой компонент любой ходовой части – это рулевая рейка. Рейка на Kia Soul электрическая. Соответственно, никаких гидроусилителей здесь нет и в помине. Есть только электроусилитель, который имеет сменные режимы работы. От суперлегкого, почти невесомого руля до спортивного режима, когда пустота на руле практически исчезает. Так вот, именно с этим электроусилителем были связаны некоторые проблемы на, опять же, первых партиях автомобилей, где все решалось перепрошивкой. Ну, а сама рейка на, опять же, первых партиях автомобилей могла начать стучать достаточно рано. Что касается ресурса самой рулевой рейки, на некоторых автомобилях попадались случаи, когда она могла начать стучать очень рано. Порядка 40-50 тысяч километров. И, конечно, такие рейки уже, скорее всего, поменены своими владельцами по гарантии. В целом, рейка может начать подстукивать. Стуки эти начинаются со втулки и они легко диагностируются при осмотре автомобиля. Если вы обнаружили, что рейка стучит, смело торгуйтесь на ремонт либо замену. Однако, в целом, ресурс этого узла, в общем-то, довольно приемлемый. Большинство автомобилей приезжает после 100 тысяч километров пробега с еще не ремонтированной и родной рулевой рейкой. Что касается задней подвески Kia Soul, то здесь ломаться практически нечему. Ибо в задней подвеске Soul у нас применена балка. Соответственно, у этой балки есть два сайленблока, которые обычно не выходят из строя раньше, чем к 150-160 тысячам пробега. И я больше, чем уверен, что можно найти автомобиль с пробегом за 200, где сайленблоки балки будут стоять еще родные и замены не требовать. Поэтому основное внимание сзади, в общем-то, на то, чтобы не пришлось сразу ехать на замену амортизаторов. Посмотрите, чтобы они не стучали и чтобы они не имели на себе масляных подтеков. Кстати, о подтеках при осмотре автомобиля снизу. Не забудьте посмотреть, чтобы стык двигателя и коробки передач, как раз те места, где находится сальник КПП и коренной сальник двигателя, были сухими. А также посмотрите, чтобы клапанная крышка не бежала по задней стенке двигателя. И обратите внимание на отсутствие течи по лобовине, то есть по стыку блока двигателя и крышки, прикрывающей механизм ГРН. Итак, какой вывод можно сделать под всем вышесказанным про Kia Soul 2-й генерации? Можно ли рекомендовать подобный автомобиль к покупке или нет? Однозначно можно, во всяком случае с точки зрения надежности. По большому счету, все, на что надо обратить особое внимание при покупке Soul, это состояние двигателя и состояние кузова на предмет битости и ржавчины. Если с этим все в порядке и вы планируете более или менее регулярно обслуживать свой хэтчбэк, то эта машина будет радовать вас долгой и безотказной службой. Ну а если что-то и будет ломаться по ходовой части, то стоимость ремонта здесь будет достаточно щадящей. Благо подвеска простая, а компоненты недорогие. Плюсом этого автомобиля, помимо неординарной внешности, простой конструкции и необременительного по своей стоимости содержания, можно также отнести высокий клиренс, который здесь будет побольше, чем на некоторых легковушках. И в целом довольно удачную геометрическую проходимость. Поэтому для города подобная машина может оказаться очень кстати. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Кроме того, если у вас был или есть подобный автомобиль, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем поделиться с нашими подписчиками или чем нас дополнить, а может быть даже поправить. Пишите в комментариях. Людям, которые ищут себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезен. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.